Многие люди привыкли, что кровь обычно бывает красного цвета. И это верно. У человека и у большинства позвоночных животных кровь действительно красная. Кровь состоит из плазмы, желтоватой жидкости, которые растворяются все необходимые вещества. В состав плазмы входят красные и белые кровяные тельца. Именно в них и содержится гемоглобин. Железо, которое входит в его состав, при контакте с кислородом придает крови яркий красный цвет. Роль гемоглобина чрезвычайно важна для жизни. Этот белок доставляет кислород из легких во все ткани организма. Но кроме того, что кровь бывает красного цвета, она может быть еще голубого, зеленого и фиолетового цветов. Поговорим об этих жидкостях поподробнее. Выражение голубая кровь обычно применяют к аристократам. Но знаете ли вы, что в теле осьминогов, кальмаров и других моллюсков, а также в теле скорпионов, пауков и некоторых червей действительно бежит голубая кровь? Хотя правильнее было бы сказать, что в их организме бесцветная кровь. Однако при контакте с воздухом она становится голубой и даже может светиться. Все дело в том, что вместо гемоглобина за доставку кислорода отвечает гемоцианин. В его состав входит медь, которая и придает синий цвет крови. Осьминогом и подобным морским созданием просто необходима такая кровь. Ведь им буквально приходится выживать в холодных водах. Гемоцианин отлично справляется с доставкой кислорода при экстремально низкой температуре. Красная кровь с гемоглобином никак не подошла бы для таких условий жизни. А что можно сказать о зеленой крови? Кровь насекомых называется гемолимфа. Она имеет желтоватый или зеленоватый цвет, но может быть и вовсе бесцветный. Чаще всего цвет зеленоватый. В гемолимфе нет гемоглобина или других дыхательных пигментов. Она течет не по кровеносным сосудам, а во всей полости тела. Но в гемолимфе есть хлорокуарин. Этот железосодержащий белок может связываться с кислородом и обеспечивать его перенос ткани. Зеленый цвет крови имеют также некоторые многощетинковые черви и пиявки. Еще один дыхательный пигмент геморитрин. Он содержится в крови некоторых морских беспозвоночных и придает ей фиолетовый оттенок. Геморитрин содержит в 5 раз больше железа, чем гемоглобин. Насыщенный кислородом геморитрин придает крови фиолетовый оттенок. А когда такая кровь отдает кислород тканям, она становится розовой. Теперь вы знаете, что кровь у животных бывает самых разных цветов. Как мы увидели, это связано с условиями их обитания, образом жизни и строением организма. Поистине, кровь – это настоящий орган, уникальный и неповторимый. В одном учебнике кровь названа единственным органом, который представляет собой жидкость. В этом же учебнике говорится, что кровь – это живая транспортная система. Да, кровь, независимо от цвета, является жидкостью, несущая жизнь.